Здравствуйте! С вами снова я, Олег Муратов, и моя авторская передача «Честная экономика». Мы в прямом эфире. Наш телефон 737-7310. Пожалуйста, звоните. Кроме этого, время от времени операторы будут выводить на экран телевизора нашу электронную почту, которая является обратной связью между мной и вами. Итак, лето в разгаре, а новостей, как и отдыхающих на пляжах, становится все больше и больше. Чего только стоит неудавшийся переворот Турции. Интересно, сколько украинцев передумали ехать в Турцию на отдых? Есть ли такие? Напоминаю, что 20 июля президент Раджеп Таип Эрдоган вел в Турции чрезвычайное положение. Я не скажу вам за всю Одессу, но при всем богатстве выбора, альтернатив у наших жителей с каждым годом становится все меньше и меньше. Правительство Японии направит 190 миллиардов долларов на стимулирование экономики. План стимулирования будет утвержден на заседании 2 августа. Вы знаете, я уверен, что у трудолюбивых японцев все получится. Ведь у японских чиновников нет двухмесячных каникулов, как у наших депутатов. Кстати, о депутатах народных. Только 4 из 16 нардепов-одесситов не получили из госбюджета компенсацию за проживание в гостинице или съем жилья. Это им положено по закону. И среди этих 4 ни одного представителя действующей власти. 500 гривен в день тоже деньги. Курочка по зернышку. Эксперты считают, что роста цен на сахар не будет. Это хорошо. Только, конечно, если мы сами с вами не вызовем ажиотаж и не станем в очередь. Фонд государственного имущества признал несостоявшимся конкурс по продаже одесского припортового завода. В мире не нашлось ни одного бизнесмена или инвестора, который захотел бы вложить в экономику Украины чуть больше 500 миллионов долларов. Гройсман, мы проанализируем первую попытку выставить ОПЗ на открытый конкурс и объявим новый конкурс, к которому подготовимся лучше. Так значит, все-таки плохо подготовились. Кстати, в 2009 году ОПЗ уже практически продали. Причем за 650 миллионов. Но правительство на тот момент посчитало, что это было дешево и конкурс отменили. Выводы делать вам, уважаемые одесситы. В Украине упрощенцы за первое полугодие заплатили в бюджет 7 миллиардов 100 миллионов гривен единого налога, что на 58% выше, чем в прошлом году. Для сравнения, общее налоговое поступление в государственный бюджет выросли всего лишь на 10%. С 270 до 300 миллиардов гривен. А мы все хотим зарезать курицу, которая несет золотые яйца. Ну и конечно, нельзя обойти вниманием совсем недавнюю сессию Одесского городского совета. Бюджет Одессы увеличен на 800 миллионов. Куда пойдут деньги? Риторический вопрос. А что мы, избиратели, в период между выборами, называемые власть имущими электоратом, будем с этого иметь? Или мы по-прежнему, наши дети и внуки будут идти в школы, где первые классы набирают по 40 детей? Конечно, у них есть альтернатива учиться во вторую смену. С детства становясь пациентами городских больниц и поликлиник. Еще одно решение сессии. Депутаты городского совета решили снизить ставки парковочного сбора. Мотивация предпринимателей, а почти все стоянки находятся на так называемых ФОПах, то есть физических лицах предпринимателей, которые, кстати, фискальные чеки не выдают, хотя и должны, и я это могу очень легко доказать, несут убытки и хотят расторнуть договоры, и это в разгар курортного сезона. Держите меня крепче, а то я сейчас упаду. Что ж, поеду-ка я завтра на 13-ю фонтана и посмотрю, может быть, парковка снова стоит 20 гривен, как в прошлом году. А если серьезно, то этим решением, еще и принятым без соблюдения всяческих регуляторных процедур, 39 местных депутатов дали вам, дорогие одесситы, четкий посыл. До следующей предвыборной кампании об избирателях, ставших электоратом, депутаты уже забыли. Итак, снова здравствуйте. Сегодня у нас очередная передача из цикла «Честный разговор с властью». Мой гость сегодня, директор департамента экономического развития Одесского городского совета Дмитрий Дмитриевич Радулов. Дмитрий, добрый день, спасибо, что посетили нас. Здравствуйте, Олег Михайлович, спасибо большое за приглашение, рад присутствовать в данной студии. Спасибо. Думаю, что это наша первая встреча, точно первая, но уверен, что точно не последняя. Спасибо, что приняли приглашение. Телезрителям еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 737-7310. Итак, на сегодня мы с вами, как два экономиста, понимаем, что есть абсолютное большинство хотя бы оперативных данных по итогам первого полугодия. То есть можно проводить промежуточные итоги. Итак, как чувствуется экономика Одессы? Есть ли тенденции к выздоровлению? Более чем уверен, что тенденции есть, достаточно положительные. Как экономист, как бывший студент факультета экономики и управления производством, не могу не остановиться в первую очередь на промышленном комплексе. На сегодняшний день у нас наблюдается незначительный рост, всего лишь 0,1%. Однако, если сравнить с тем, что в прошлом году у нас были все показатели практически в течение года отрицательные по промышленности, то можно говорить о том, что в принципе промышленный комплекс оттолкнулся от дна и пошел на незначительный рост. Однако, небольшой такой вот краткий анализ. Мы говорим о том, что перерабатывающая промышленность у нас достаточно большими шагами идет вперед в рост. Например, производство пищевых продуктов плюс 3,1%. Немного, но и немало. Ну, это нормально. Но хотя я хочу сказать, что, конечно, с учетом того, понимая, насколько экономика Украины, да и области, кстати, хотя в 2014 году нам ситуацию удалось удержать, упало в 2015, то, конечно, нам надо не 3, а хотя бы 5, 7, 8, как говорится. Да, конечно, но есть и другие отрасли. Например, металлургический комплекс плюс 17%, фармацевтика плюс 22%. Производство готовых металлических изделий, конечно, да, в львиную долю больше 50% в городе Одессе по удельному весу занимает в этой отрасли стальконат. Достаточно известные предприятия. А вот почему же, если мы говорим о том, что у нас там фармацевтики 20%, в пищевом производстве 3% рост. Почему же и того всего плюс 0,1%? Ну, вот мы провели небольшой анализ. Вот есть такая отрасль в промышленности, как распределение электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха. И следует отметить, что удельный вес данной отрасли в общем комплексе промышленном составляет почти 50%. Если быть точным, то 46,60%. И это достаточно такой значительный удельный вес. И именно эта отрасль показывает нам минус 6%. В связи с чем, ну, наверное, следует отметить, что у нас происходит значительный рост тарифов, как на электроэнергию, так и на воду. Меньшается потребление. Люди начинают все больше экономить. Один вопрос, да. Потом надо смотреть, насколько холодный был отопительный сезон, условно говоря. Тоже влияет. 15-го года, да, и 16-го года, и мы понимаем, что даже если на 5 дней раньше выключили отопление, то это тоже, да, соответственно. Сказывается, сказывается. То есть люди больше экономят. Дима, кроме промышленности, что еще, чем еще, какие есть позитивные моменты? Хочется, чтобы наши люди немножко все-таки позитива услышали тоже, потому что, ну, знаете, как. Морской торговый порт. Важный стратегический объект в городе Одессе. Если так коротко взять, то там порядка 13 предприятий, стивидоров, которые завязаны на деятельности порта. Бруклин-Киев, Новолок, Металзюкрен и так далее. Это крупные предприятия. То они так львиную долю дают. И только эти предприятия обеспечивают рабочими местами почти 10 тысяч людей. Это правда. И только эти предприятия дают в бюджет города Одессы налога на доходы физлиц порядка 50 миллионов. В общем, их надо лелеять, эти предприятия, любить. Да, да. И мы, конечно, со своей стороны максимум стараемся оказывать содействие. Порт дает рабочие места со всеми завязанными предприятиями, там, порядка 16 тысяч. И по результатам, вот с начала года рост перевалки в порту составляет плюс 6,4%. Порт переработал почти 11 миллионов тонн. Это неплохой показатель, конечно, учитывая то, что нефти не было в первом полугодии. И вот она только сейчас, в принципе, начала там заходить. Мы знаем, уважаемые телезрители, что в советское время Одесский порт, ну, вообще, у каждого порта в Одесской области была своя четкая специализация. И Одесса специализировалась на контейнерах, Одесса специализировалась на пассажирах. Ну, и Одесса, кроме всего прочего, специализировалась на перевалке нефти. И в лучшие годы через Одесский порт на экспорт уходило больше, чем 20 миллионов тонн нефти. Ну, как... А теперь сравните это с тем, что за полугодие порт обработал чуть больше, чем 11. Нефть, это, конечно, тоже большой вопрос, а нужно ли было нефть переваливать через курортный город. Ну, это уже, как говорится, прошлое. Ну, следует, наверное, отметить, что Одесский порт все-таки вот с начала года, это 16% всей перевалки в нашей стране. Конечно. Достаточно значительный показатель. Больше четверти экспортного зерна. Причем, в принципе, достаточно высокотарифные грузы, они переваливают. Хорошо, идемте дальше. Как инвестиционная составляющая, это одна из главных направлений, я так понимаю, в вашей деятельности? Слободневных тем инвестиций. Ну, что... Я, наверное, начну вот с такого небольшого анализа. Прошлый год ознаменовался тем, что прямые иностранные инвестиции в город Одессу составили 1 миллиард 490 миллионов долларов США. Итого. Итого. Это и долговые инструменты, и акционерный капитал. Понятно. У нас значительный рост в разы произошел, именно фактически в 5 раз произошел рост долговых инструментов. Почему? Ну, по нашему мнению, учитывая те постановления НБУ, которые были, учитывая то, что бизнес страхуется, и он пытается деньги не просто завести, а вернуть, создать маржу, добавленную стоимость, а потом еще необходимо вывести эти деньги. Забрать эти деньги. Поэтому, я так думаю, что в основном в бизнес в городе Одессе инвестируют те предприятия, которые готовы дать в кредит. Это могут быть аффилированные предприятия, материнские структуры, либо просто на самом деле кредитные организации. Один только порт за последние годы в портовую отрасль ЕБРР вложил кредитных денег больше 140 миллионов долларов. ЕБРР, это для наших телезрителей, это европейский банк реконструкции и развития. И на самом деле, если этот банк дает кредиты, значит, у этого банка не стоит цель получить максимальную прибыль. То есть, у них стоит цель действительно помочь экономике. То есть, это наряду с МВФ, о котором, если нам хватит времени, мы сегодня еще поговорим, это, знаете, так называемая лакмусовая бумажка состояния. Хорошо, а если брать капитальные инвестиции, мы же понимаем, что все-таки основные инвесторы это наши люди. Отечественные инвестиции. С начала года, за первые полугодия пока что мы не можем сформировать, потому что... Понимание есть по каким-то крупным проектам, которые в этом году закрывались? Однозначно. Если взять первый квартал, то, смотрите, у нас уже больше 800 миллионов гривен инвестиций. Это рост плюс 26%. Да, я, конечно, понимаю, что это в нацвалюте. Да, я понимаю, что инфляция, удорожание и так далее, то есть, где-то оно съедается. Однако, мы знаем, что реализуются в городе Одессе достаточно значительные проекты. Значительные деньги в себя вкладывают промышленные предприятия. Тот же цементный завод наш Одесский активно в себя инвестирует, вкладывая в энергосбережения, как бы это ни казалось бы, для промышленного предприятия. Почему? Для промышленного предприятия это как раз очень важно, потому что это прямая экономия по себестоимости в любом случае. И логистика, и замена, скажем так, тех же сетей. Что с жилищным строительством? Сегодня, как бы, во время кризиса, а нас ждут, я хочу сказать нашим телезрителям, достаточно непростые времена. Может быть, мы более детально об этом поговорим с вами в следующих передачах. Что со строительством? Тем не менее, мы видим, что каждый день строятся все новые, новые дома. Появились уже нацатые, там, жемчужины и еще другие, скажем так. Почему так происходит? Какая вообще ситуация? Рост есть. Первый квартал показал достаточно значительный рост, более чем в два раза по объемам введенного в эксплуатацию жилья. Сколько ввели в эксплуатацию? 77 тысяч квадратных метров жилья. Это не много. Первый квартал не показательный. Первый квартал, да, он не показательный. Ведь в основном сдают 30 тысяч квадратных кварталов. Сколько вы оцениваете по году, ну, скажем так, сколько, вот если в прошлом году ввели, как вы оцениваете? В прошлом году было 370 тысяч квадратных метров жилья. Мы оцениваем, что в этом году дойдет до 400 тысяч квадратных метров жилья. Я тоже так оцениваю. И это без учета пригородов, которые де юре относятся к пригородам, но де-факто люди живут в городе. Это так называемый массив Радужный, потом район улицы Архитекторской, на поселке Котовского целый ряд объектов. Реально, реально, конечно, люди считают, что они живут в Одессе. Хотя по документам они числятся, например, в Таировском сельском совете. Да, есть такая небольшая особенность. В последний год, первый квартал этого года показывает, что именно в данный период средний размер квартиры составляет чуть больше 60 квадратных метров. И это самый низкий показатель с 2011 года. То есть мы говорим о том, что вводится в эксплуатацию жилье, однако квартиры малогабаритные больше строятся, соответственно, чтобы потребительский спрос мог справиться с этими ценами. То есть застройщики тоже подстраиваются. И вопрос не только в цене. Дмитрий, я с вами согласен. Ведь как там ни крути, за последний, наверное, год цены все-таки, если брать в долларовой эквиваленте, просели. Немножко. Да, просели, но тем не менее остаются неподъемными для большинства наших жителей. И нужно еще сказать, что и кредитов нет. То есть мы помним, когда экономика активно развивалась в шестой, седьмой, первой половины восьмого года, 50% квартир покупалось в кредит. Даже первички. Понятно. Давайте дальше. Дальше. Смотрите. У вас, ну, насколько я изучал ваш департамент, как бы его где-то так сравнивал волей-неволей с тем департаментом, который был когда-то в администрации. Очень много похожего. И один из, я знаю, что и сотрудников немало, в общем-то, работает. И слава богу, что они оказались востребованы. Что с малым и средним бизнесом? Вот как и чем вы им помогаете? Ну, я хочу вас повторить, волей-неволей, я тоже иногда сравниваю департамент городской экономический с департаментом областным экономическим. И все-таки есть некоторые направления, которые на сегодняшний день в городе реализуются, но раньше их не было. Например, кредитование. Мы знаем, что малый бизнес, средний бизнес достаточно сегодня зажаты в такие жесткие банковские тиски касательно кредитования банковской ставки. Это несмотря на то, что у нас учетная ставка снизилась до 16,5, тем не менее коммерческие банки выдают кредиты под не менее 20-22%. Ну, и то реально по 20 и по 22, наверное, вот эффективно это не меньше, чем 25 объективно. Со всеми комиссиями и так далее. И для того, чтобы помочь малому и среднему бизнесу, в этом году впервые в городе Одессе реализуется вот такой проект, как кредитование, простым языком, кредитование из городского бюджета. Это будет кредитование по льготной ставке. Это впервые в этом году. Мы заложили небольшую сумму для того, чтобы опробировать, найти слабые места, усовершенствовать механизм. Мы заложили всего лишь 250 тысяч гривен на этот год. Вот конкурс проходит сейчас. Если будет успешно, а мы знаем, что это будет успешно, мы уверены в этом, в следующем году будем просить уважаемых депутатов увеличить данную сумму. Я думаю, что с учетом того, что было на последней сессии, деньги, слава богу, есть. Вопрос в том, что куда их деть тоже всегда. Есть конкуренция, всегда есть конкуренция, куда вложить эти деньги. Еще одно из тех направлений, которые вы реально заслуживаете похвалы, хотя я не очень люблю хвалить, особенно в прямом эфире, это создание и реализация программы поддержки энергосбережения. Расскажите нашим зрителям своими словами и поподробнее, что это такое и чем это едят. Что они с этого могут дать? По-ресечному громадянину. Энергосбережение это очень важный на сегодняшний день, злободневный такой проект, грубо говоря. По нашему мнению, может быть через несколько лет это будет какая-то отдельная отрасль экономики, отдельный блок экономики, то есть энергосбережение. Городская власть старается идти в тренде. И вот в сентябре прошлого года была принята городская программа компенсации. В чем ее суть? Обычный EDC отправляется в государственный банк, сугубо государственный банк, это Укргазбанк, Ощадбанк, Укргазбанк. Это именно по вашей программе государственный банк или по государственной тоже? По государственной тоже. Мы стараемся быть, скажем так, идти в ногу с государством. Это три банка. Это Ощад, Эксимбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. Пока три банка. На сегодняшний день эти три государственных банка. Люди берут кредиты на утепление жилья. Замена окон, утепление стен, подвалов, крыш, замена проводки, замена радиаторов, установка котлов. Всевозможные мероприятия направлены на утепление. И задача государственной городской программы это компенсировать затраты, которые несут потребители. Вы компенсируете тело кредита. Да, мы компенсируем тело кредита и государство компенсирует тело кредита. Хорошо, задам конкретный вопрос. Я житель проспекта Шевченко решил поменять окна. Посчитал, пошел в фирму, дали мне расчет, что это стоит 100 тысяч гривен. На какую сумму кредита я могу рассчитывать в банке и сколько вы мне можете вернуть? Сколько вы и сколько государства? Касательно того, сколько вам банк выдаст, это как бы вопрос банка. Для нас банк как фильтр. Он выдал 100 тысяч. Условно, он вам дал 100 тысяч. Но не вам, а подрядчику, грубо говоря, который выполняет работы. Не мне, а подрядчику. Не вам, подрядчику. Причем подрядчик проверенный. У него должна быть в соответствии определенным требованиям. Глобная печать. И после этого банк отправляет... Вы больше не участвуете. Банк отправляет реестры в городской департамент экономического развития и в Киев госэнергоэффективности. Госэнергоэффективность принимает решение, компенсирует вам, как физическому лицу... Не мне, а подрядчику уже получается. Нет, уже вам на кредитный счет в банке. Ваш кредитный счет в банке. Компенсирует 20% тех затрат, которые вы несете. То есть 20 тысяч максимум. И еще из городского бюджета вы тоже претендуете, получаете компенсацию в размере 20% тоже тело кредита, но не более 100 тысяч гривен. То есть вы можете взять и на полмиллиона, и на миллион. Итого, если я, допустим, и того, вы, уважаемые телезрители, можете сэкономить 40%, если я правильно умею считать. А если вы еще являетесь субсидиантом, то, соответственно, вы можете дойти до компенсации до 70%. Однако там тоже есть ограничения. Хорошо. Сколько за время действия программы людей, юридических, физических лиц получило такую компенсацию? Ну и на какую общую сумму? Всего больше 170 юридических и физических лиц. На сегодняшний день в работе еще 32 юридических и физических лица. Общая сумма кредитов 3,2 миллиона гривен. Компенсация из государственного бюджета составила почти 900 тысяч гривен. Даже больше 900 тысяч гривен. Ну, миллион. Да, миллион. Компенсация из городского бюджета составила почти 600 тысяч гривен. Понятно. Сколько в этом году на эту нужную программу предусмотрено денег? 5,5 миллионов гривен в городской программе заложено. И фактически изгибно бюджетных ассигнуваний, да, согласно выделенных средств. Я понимаю, что да. Сегодня у нас есть уже 1 миллион. Как только мы его усвоим, тут же будет забюджетировано. То есть резерв есть из запаса. Ну, пользуясь случаем, я хочу попросить вас обратиться все-таки к зрителям, чтобы вы кратенько рассказали, где они, куда должны посмотреть, на какой сайт, куда могут обратиться, может быть номер телефона. Ну, я в первую очередь хотел бы обратиться к ОСМД, объединениям с жителем многоквартирных домов и жилищно-строительным кооперативам. Потому что именно для этих юридических лиц программа предполагает наибольший спектр услуг по компенсации. То есть, если физическое лицо, оно ограничено в своих термомодернизационных мероприятиях, их всего 5 у физического лица. А юридическое лицо, ОСМД и жилищно-строительный кооператив, они претендуют на значительно больший объем термомодернизационных мероприятий. И, соответственно, компенсацию они могут получить значительно больше. Это даже установка, например, тепловых счетчиков, домовых тоже. Домовые, конечно. Это очень важные такие моменты. И мы призываем, мы обращаемся ко всем ОСМД и жилищно-строительным кооперативам города Одессы. Обращайтесь в банк, государственный банк. Обращайтесь, наверное, в первую очередь в Департамент экономического развития. Адрес улица Пушкинская, 6, на втором этаже. Можете позвонить по телефону 705-46-15, 722-22-70. Вы получите консультацию, когда обратиться, кому обратиться, какой пакет документов. И вы получите консультацию полную по процессу возмещения ваших затрат. Это очень положительный момент. Это реальная программа. Поэтому просим вас обращаться. Спасибо. У нас немного времени осталось. Кратенько. В городе созданы экономический совет и инвестиционный совет. Какие функции они выполняют, когда в последний раз собирались? На данный момент я хотел бы поинформировать, что фактически мы ведем работу на ликвидации одного и второго экономического инвестиционного совета. Мы хотим создать инвестиционный совет, который включит в себя функции и экономического инвестиционного. И запустить его, грубо говоря, снова, заново. Какие проблемы больше всего интересуют одесский бизнес? С какими вопросами к вам чаще всего обращаются? Я отвечу так, что те вопросы, которые возникают в городе и они находятся в компетенции городской власти, они решаемы. Мы делаем для этого все возможные. Но вот вопросы касательно кредитования банковского сектора, касательно валютной нестабильности, которая была, касательно возмещения НДС. То есть, скажем так, вопросы всегосударственного масштаба. Конечно, мы стараемся, вот наша программа предпринимательства по льготному кредитованию оказывать содействие. Небольшая, да. Но тут важен еще сам посыл. Больная тема. Работа коммунальных предприятий. Сколько предприятий коммунальных сейчас есть? Сколько из них сработало с прибылью? И какая сумма вообще этой прибыли, например, за первое полугодие, наверное, вы уже имеете данные? Я вас услышал. Смотрите, у нас в городе Одессе работает достаточно большое количество коммунальных предприятий. Следует отметить, что они сработали, их 45. Следует отметить, что прошлый год они сработали, часть из них сработала с прибылью. Да, прибыль достаточно значительная, 45 миллионов гривен всего по предприятиям. Есть, конечно, и убыточные предприятия. Ну, вот пятерку самых прибыльных назовите. Международный аэропорт Одесса. Это однозначно. Одесса реклама. Это тоже прибыльные предприятия. То есть, ну, есть достаточно такие серьезные, крупные, прибыльные предприятия. Продолжение поднятой темы. Есть телефонный звонок, давайте мы ответим на него быстренько. Добрый день, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Ну, кому вечер, а кому несчастье. Вот, смотрю, один бывший начальник управления экономики с другим начальником управления экономики. Я вот так и не могу, честно говоря, понять, о чем вы говорите. Вы вроде бы оба экономиста и знаете, что экономика зависит от закона в экономике. А сегодня таких законов просто нет уже. Или вы мне хотите что-нибудь возразить? Вы ответите или я? Ну, может быть, как решите? Могу я ответить? Пожалуйста. Да, есть законы экономики и эти законы экономики, я хотел бы отметить, что они ежедневно меняются. И сегодня, в принципе, весь мир, да и город Одесса стоят на пороге четвертой промышленной революции. Соответственно, и законы экономики меняются, и приоритеты в экономике меняются. Это говорит о том, что мы говорили о промышленном комплексе, хотя его удельный вес все меньше и меньше в общем объеме экономики города. Растут такие отрасли, как IT-предпринимательство, как услуги, торговля, транспорт. Соответственно, законы экономики тоже меняются, и они коррелируют с теми изменениями, которые происходят в глобальной экономике, в мировой экономике. Соответственно, мы должны под это постраиваться, потому что это мировая тенденция, это мировой тренд. Поэтому нельзя сказать, что те законы, которые действовали 50-100 лет назад, они сегодня обязательно действуют. Часть из них, да, однозначно действуют, часть из них меняются. Я хочу добавить, сказать, что кроме законов экономики еще существуют законы и существует жизнь. Великий премьер-министр Сингапура, который действительно вывел эту небольшую страну из третьего мира в первый, Ли Куан Ю, перед которым я преклоняюсь, он сказал одну простую вещь. Что я всегда в своей жизни, в своей работе руководствовался законами, логикой и здравым смыслом. Поэтому мне бы хотелось, чтобы каждый из нас в своей жизни этим руководствовался. Мы не закончили, у нас много осталось вопросов. Я на правах ведущего возьму и скажу еще несколько слов, которые хотел бы сказать. А вас, Дмитрий, я хочу поблагодарить и пригласить вас в ближайший месяц на одну из следующих передач. У нас остался очень больной вопрос теплопостачания миста Одессы. Это черная дыра одесской экономики. Я хочу, чтобы мы с ней разобрались. Но, хочу сказать еще одну вещь. В обл. администрации назревает очередной кадровый скандал. Инсайдеры и средства массовой информации, о чем я говорил в своей прошлой передаче, оказались правы. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к главе конкурсной комиссии в обл. госадминистрации, госпоже Соломии Бобровской. Журналисты и общественность знают, что вы хотите протянуть на должность первого зама Авидиопольской райгосадминистрации, своего внештатного помощника. И мы знаем фамилию этого помощника. Поэтому обращаем ваше внимание на этот момент. Как говорил наш земляк Михаил Жванецкий, тщательнее надо, ребята. На этом наша передача закончена. Дорогие одесситы, гости нашего города, желаю вам успехов, удачи и воплощения тех планов, которые вы сами для себя наметили. И самое главное, будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова